Сегодня мы будем говорить о святой и благочестивой жизни. Спасибо за ваш энтузиазм. Я тоже этому рад. Уже некоторое время внутри меня крутился стих Писания, и он попал в заголовок на этой неделе. Второе послание Петра, третья глава. «Придет же день Господень, как тать ночи». Это день возвращения Господа. Он вернется на землю так же, как пришел Вифлеем. Нет другого места в Писании, которое имело столь бы пророчеств, как второе пришествие Иисуса. Но все равно сказано, что он придет как вор ночью. Мы не будем готовы. Большинство не будут ожидать этого. Не окажитесь в этой группе. Тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Это важный вопрос. Царь царей, судья земли, судья мертвых и живых, вернется на землю в целесной форме. Он желает увидеть нас. Какими людьми должны мы быть? Этот вопрос требует подробного рассмотрения. А не пожатия плечами и фразы, но я повторил молитву грешникам. Какими людьми мы должны быть? Мы ездили недавно в Израиль, нас было 200 человек. Это означает, что нам часто звонили и спрашивали, а какую обувь взять? А кепка нужна? А какой крем от загара нужен на Ближнем Востоке? Лучше быть внутри. А Иисус сидел на этом камне? Сколько бутербродов мне взять с собой? Это уместные вопросы, ведь поездка на 10 дней. И мы отвечаем на тысячу вопросов, прежде чем улететь. Иисус возвращается назад. Какими людьми мы должны быть? Это важный вопрос. Если бы мне нужно было сжать все до предложения или двух, то я бы сказал, что вы должны быть человеком, который отдал свою жизнь на служение Господу. И точка. Я не говорю о том, чтобы сидеть в церкви или стоять на сцене с проповедью. Вы можете быть мясником или кондитером, но вы отдаете свою жизнь на служение Господу. Это ваша цель. Если вы не такой, его второе пришествие не будет для вас чудесным событием. Мы должны быть людьми, которые служат Господу. Сейчас в нашей культуре служение не является чем-то модным. Но культурное веяние, как маятник. И то же самое про моду. Я помню, как появились брюки-клёш. Когда они исчезли, то мне показалось, что мы больше никогда их не увидим. Но всё возвращается на круги своя. Если мы проживём достаточно долго, то снова увидим их. О, Господи, помоги нам. В нашей истории было время, когда служить было модно. На самом деле было время, когда молодые люди из лучших семей нашей страны, самых известных, мобильных и популярных, служили на миссионерском поле. Будучи при этом миссионерами. В это тяжело поверить, не так ли? Их истории освещались на передовицах самых известных газет нашей страны. Это просто за пределами воображения сегодня. Это звучит как сказка. А вы можете представить, что бы по новостям рассказывали о молодых людях, которые несли Евангелие Иисуса Христа по всему миру? Это наша история. И это не древняя история. Я говорю про 60-е и 70-е. Для кого-то это давно. Но мы отправляли тысячи молодых американцев по всему миру. В этот раз не для проповеди Евангелия, но для служения народам мира. Служение все еще было модным, но не сегодня. Кто-то поделился самоисследованием, в котором говорилось, что главная цель молодых людей — стать известными. Не успешными, не богатыми, не могущественными, просто знаменитыми. Завируситься. Служение уже не так модно. Посмотрите Евангелие от Иоанна 15, главу 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Это не означает, что вы обязаны стать мучеником. Вы просто ставите интересы других выше своих. «Вы служите». Римлянам 12 глава сказано, «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Сказано, что это поклонение. Когда вы приносите свое тело в жертву живую Богу, если вы проходите с нами книги Моисея, читаете Библию, то знаете про животных и жертвы. Это делайте с этим, а то вот с тем, прежде чем принести животное в жертву, его убивали. Но Новый Завет говорит, чтобы мы с вами приносили свои тела в жертву живую. К тому моменту, как та жертва попадала на жертвенник, в ней не оставалось воли. Ни один агнец не ушел к жертвеннику. Принесите свои тела в жертву живую. Мы думаем о поклонении в контексте музыки. Я слышал, как люди говорят, «А тебе какое поклонение нравится? Я люблю гимны, а я люблю современное поклонение с барабанами, а вот я люблю акапеллу». Мы запутались, друзья мои. Это вопрос музыкального вкуса, стиля и предпочтения. Я рад, что у нас разные вкусы. В этом нет ничего плохого. Но это не делает музыку поклонением. Поклонение — это когда вы предлагаете себя. Сказано, что это разумное проявление поклонения. Не экстраординарное. Не странное. Не супер себе такое. Вот сами посмотрите послание к Кремлянам 5 главу. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Вот в чем дело. «Бог сделал нечто для нас, когда мы еще были нечестивыми бунтарями. Он послал Своего Сына, чтобы Он принес Себя в жертву за вас и меня. И наше разумное служение — это ответ на это. Мы не должны становиться мучениками. Мы должны служить Царю Царей. Вот в чем вся суть. Какими людьми мы должны быть? Мы должны быть людьми, которые посвящены служению Царю. Это сделает вашу жизнь и наш мир лучше. Я понимаю, что множество голосов говорят сейчас о том, что культуру нельзя изменить, а что мой личный выбор не имеет такого же значения. И поэтому мне стоит делать то, что выгодно мне, что приносит мне больше всего наслаждения, возможностей для меня и моих детей. Ведь дети — это моя главная задача и ответственность. Суть во мне и в моем. А вот я не согласен. Наша история рассказывает о смелости мужчин и женщин, которые шли на невероятные жертвы, чтобы мы наслаждались свободой сегодня. Жизнь, которая есть у нас сейчас, не пришла к нам бесплатно. Она не пришла к нам без уплаты невероятной цены. Я знаю, что сегодня модно представлять, что экономическое благосостояние — это главный приоритет в жизни. Как нам получить больше всего? Кто даст нам больше всего за меньше всего? Кто обеспечит мое благосостояние? Кто позаботится обо мне? Я хочу поблагодарить Бога за то, что в нашей истории были люди с другим взглядом. И мы здесь сегодня потому, что множество поколений придерживались другого взгляда. Американская революция началась, потому что слабо организованная группа людей решила, что тирания Британии не была допустима на удаленном континенте. И группа слабо организованных борцов, без особого оснащения, без международной поддержки, без реальных шансов, решила противостать самой большой военной силе в мире. Они вышли из лесов и полей, из растущих американских городов, выступили против регулярных войск Британии. Исход был очевидным. Все наблюдатели понимали, что британцы раздавят восстание. Люди, выступавшие против них, теряли свою свободу, а то и жизнь. Но, несмотря на все, произошло самое невероятное, и родилась наша страна. Я читал много книг, в которых были истории британских солдат-очевидцев. И все они рассказывали, что видели Вашингтона в прицел винтовки, но он уходил от них. Я благодарю Бога за этих мужчин и женщин. Но это не было однократное событие. Наша история наполнена поворотными моментами, линиями на песке, поколениями, которые шли на жертву ради нашей страны. Даже в нашем округе есть поле боя. Битва у реки Стоунс. И каждый раз, когда я проезжаю мимо этого места, я вспоминаю о жертве, на которую люди пошли, чтобы мы сегодня наслаждались свободой. Люди говорят, «Нет, ничего, за что стоило бы умирать». Это эгоистичное представление. «Нет, ничего, за что стоило бы умирать». «А вы вообще для чего живете?» «Знаете дебаты Линкольна Дугласа?» «Возможно, вы когда-то проходили это в школе». «Бывало, что учитель запирал вас в комнате, хотя никто не хотел там быть, но историю нужно было учить». Суть в том, что если мы не помним свою историю, то мы обречены повторить ее. Было семь дебатов между Авраамом Линкольном и Стивеном Дагласом на выборах штата Иллинойс. Их считают одним из лучших примеров логики и политических дебатов в американской истории. Стивен Даглас выступал за рабство, а Линкольн против него. Эта идея стала определяющей для его жизни. Аргументация Дагласа была таковой. Вопрос рабства нельзя решить на национальном уровне. Это был вопрос выбора регионов страны, штатов, частей страны. У них должно было быть право на выбор, который определял их экономическое благосостояние. А федеральное правительство и другие люди не имели права делать этот выбор за них. И он элегантно и страстно отстаивал свою точку зрения. А затем слово взял Линкольн. Он сказал, что тоже выступает за право выбора. Но когда выбор одного человека уменьшает возможности свободы, а также уничтожает жизни другого человека, то свободы выбора нет. Он выступил против рабства. Меня поражает, что даже сто лет спустя мы продолжаем спорить о выборе и свободе влияния на жизни других, потому что нам неудобно. Гражданская война не решилась благодаря дебатам. Она решилась через самый кровавый конфликт в истории нашей страны. Не впервые в нашей стране мнения разошлись. Не впервые. У нас есть аморальные и нечестивые законы. Понадобилась невероятная решимость, фокус и смелость, чтобы противостать им. История нашей страны принесла нам свободу. Она позволила нам взять свет Евангелия и Иисуса Христа и принести его другим. Это не тема для споров. Это часть нашей истории. Мы — страна с христианским наследием. Вопрос в том, что скажут о нашем поколении. Что скажут о нас? Являемся ли мы лишь потребителями свобод? Поглощаем ли мы их так, словно они достались нам бесплатно, игнорируя жертвы поколения перед нами, оставляя следующие поколения неполноценными из-за того, что мы не готовы на жертвы или мы будем жить так, что поколения, которые будут следовать за нами, получат больше свобод? Марка, 10 глава. Иисус ведет дискуссию с учениками, и мы присоединяемся к ним. Это непростой вопрос. Иаков и Иоанн приходят к Иисусу с просьбой. Иисус говорит, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Ну вот, почему бы сразу не взять все? Они не просят добавки, они не просят досмотреть игру до конца. Мы хотим сидеть на престолах рядом с тобою. Иисус ответил им, «Не знаете, чего просите?» «Не знаете, чего просите?» «Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» «Знаете, эгоистичные амбиции ослепят вас. Они просто слепы и не видят масштабы своей просьбы. Они хотят быть первыми среди остальных. Эта просьба изначально касалась остальных двенадцати. Мы хотим быть впереди них». Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите?» «Можете ли пить чашу, которую я пью?» Их ответ очень краток. «Можем». Этого нет в Евангелиях, но история говорит нам, что Иаков и Иоанн стали мучениками. Они пили эту чашу. Можете не сомневаться. Они не понимали, что говорили, когда ответили Иисусу. Иисус же сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит, но кому уготовано. Не мне это решать?» И, услышав десять, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Мне кажется, Марк немного скрасил их слова. Как думаете? Мне кажется, что когда они услышали о том, что говорили Иаков с Иоанном, то не просто вознегодовали. Мне кажется, что если бы там не было Иисуса, то они бы отвели их за угол или за обедом достали бы книгу Бытия и прочитали бы им об Иосифе и его снах, а потом дали брошюры о Египте, они вознегодовали. Что это означает? «О, вы хотите быть выше нас? Вы хотите обойти нас?» Это ближайшие друзья Иисуса, лучшие из лучших. Они ходили с ним, учились с ним, учились у него, но они говорят и спорят об эгоистичных амбициях. Иисус понял, что происходило. 42 стих, Он говорит, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугой. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Иисус пытался показать им другую точку зрения, которая отличалась от точки зрения их лидеров и лидеров мира. Он сказал, «Я самый могущественный человек, с каким вы встречались. Я обращаюсь к бурям, изгоняю бесов, открываю глаза слепым и даже оживляю мертвых. Но Я здесь, чтобы послужить вам». Иисус дал им новую идею. Лидерство в служении. Величайший из вас тот, кто больше всех служит. Лучше всего об этом сказал бизнесмен Кен Бленчард, который написал книгу «Одноминутный менеджер». Вы должны быть старым, чтобы помнить о ней. Это маленькая книга, моя любимая. Он стал христианином под конец своей жизни и рассказывал о том, как практиковал это. Ему было нелегко, у него было много привычек. Он говорил, «Я должен молиться каждый день, когда выхожу из дому, но постоянно забываю». А потом он ругался по этому поводу. Но я разобрался с этим. Я разработал план. Теперь я не выхожу из дому без молитвы. Он сказал, «Я взял всю свою обувь и спрятал ее под кроватью. И когда я спешу на самолет или навстречу, бегаю по дому в поисках обуви. А потом я вспоминаю, что она под кроватью. А затем я опускаюсь на колени, ругаюсь про себя, потому что обувь под кроватью. И тогда я вспоминаю, что должен помолиться, прежде чем выйду из дому. И теперь я молюсь каждый день перед выходом». Мне нравится его искренность. Но он сказал, «Лидерство в служении не означает, что вы всем всегда приносите кофе. Это означает, что вы готовы принести кофе любому человеку в любое время». Иисус не капитулировал. Он сказал своим ученикам, «Мы идем в Иерусалим, и когда я приду туда, то вот что со мной случится». Петр отвел его в сторону и сказал, «Не надо, Господи». А он ответил, «Отойди от меня, Сатана». Иисус не спрашивал учеников, «Как думаете, что мне нужно сделать? Как нам победить в этой битве?» Он рассказал им, какой была цель. А потом он сделал все возможное, чтобы помочь им добраться до финиша. «Петр, я молился за тебя, чтобы твоя вера не угасла». Он явился в вечер воскресения, чтобы найти этих ребят. Он сказал им, «Хватит сомневаться, поверьте». Он встретился с ними перед тем, как отправиться на небо, и сказал, «Не уходите из Иерусалима, пока не будете крещены в Духе Святом. Вы получите силу, чтобы быть свидетелями». Он служил им, чтобы они могли хорошо закончить свой путь. Какими людьми мы должны быть? Мы должны служить Господу, принося свои жизни в жертву Ему. Это не лишит вас чего-то, не заберет что-то у вас. Это наполнит вас. Первое послание Коринфянам 12 глава говорит, что мы тело, и все члены тела нуждаются друг в друге. Если вы хотите сделать что-то, что имеет значение в жизни, то для этого понадобятся другие люди. И это же касается вашей веры. Люди говорят, не обязательно ходить в церковь, чтобы быть христианином. Вы правы. Вы можете принять Господа на парковке у Уолмарта. Вам не нужен священник или пастор? Я абсолютно согласен с вами, но вы никогда не повзрослеете, если будете сами. Мы нужны друг другу. Я знаю, что это бывает странно и непривычно, но так мы взрослеем. Так мы очищаемся и подготавливаем себя. Мы нужны друг другу. Я не хочу, чтобы вы попали на небо в памперсах и соской. Я хочу помочь вам вырасти. Мы должны желать перемен. Суть последователя Христа в переменах и зрелости с Господом. В послании филиппицам, третьей главе, Павел делится своим резюме. Он гордится им. Он показывает, что оно лучше других. И начинает он с восьмого дня, когда его обрезали. Вы точно должны гордиться этим, если начинаете с такого. А потом он говорит, но все это я почитаю, читаю ради познания Иисуса. Он говорит, моя жизнь изменилась. Он не критиковал свое наследие. Он жил с ним всю свою жизнь. Но он говорит, мне пришлось меняться, чтобы служить с Богом. То же самое касается и нас. Мы думаем, что наша история ограничивается тем, когда мы родились свыше и крестились. Друзья, вопрос в том, какими людьми мы должны быть. И это подразумевает перемены сегодня. У меня есть фото. Ален, 16. Я был здоровым пареньком. Мой жировой слой измерялся однозначными цифрами. Моя сердечно-сосудистая система была прекрасной. Мой метаболизм был как у печи. Я думал, что пачка печенья и мороженое это хороший завтрак. Друзья, я был здоровым, как бык. Недавно я ходил к доктору и показал ему фото и анализ крови. Этот черствый и неблагодарный человек взял кровь и сказал, что ему нет дела до того, каким было мое здоровье в 16. И что его интересует, насколько здоровый я сейчас в свои 30. Не смейтесь, мы виноваты в подобной наивности в нашей духовной жизни. Мы виноваты. Вот и все. Мы рассказываем свои истории о былых днях. Я рад этому. Быть здоровым в 16. Это благословение. Но вопрос в том, каково мое положение сегодня. Вопрос в том, в чем мы меняемся в Господе сегодня. Что вы узнаете о Боге? Как вы находите новые силы? Мы также должны знать о милости и благодати. Посмотрите Иоанна 1.17. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Благодать и истина. А знаете, что такое благодать? Это незаслуженное благословение, доброта Божья. Пара благодати и истины важны. Бог делает для нас то, чего мы не заслуживаем. Он дает нам благословение и избавляет нас. Но вы не будете жить в свободе, если не будете добавлять к благодати истину Божию. Иисус сказал, вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Он не сказал, вы примите благодать, и она сделает вас свободными. Ведь, приняв благодать Божию, но не выбрав истины, вы упустите ту свободу, которую приносит благодать. Библия говорит, что вы можете сделать благодать Божию неэффективной. Нам нужна истина. Вот почему Библия говорит, приобретайте истину и не продавайте ее. Наши истории говорят о проблемах. В церкви нет идеальных людей. Это не зал славы, а больница. Мы несовершенны. Но Бог работает через потрескавшиеся сосуды вроде нас. Он делает это, потому что через эти трещины проявляется слава Божия. Люди смотрят на нас и говорят, только Бог мог дать такой результат от этого потрескавшегося горшка. Это правда. Становитесь рядом, потому что здесь есть место для еще одного потрескавшегося горшка. Давай. И Бог получает честь и славу. Мы несовершенны. Посмотрите на героя в Библии. Авраам был нетерпелив, мы называем его отцом веры. Иаков был обманщиком, Моисей был убийцей, Давид был прелюбодеем, Петр был отступником, Фома был сомневающимся, Павел был гонителем, а Аллан... Сами заполните пробел. Напишите свое имя. Благодать и истина. Нам нужно и то, и другое. Благодать без истины неконтролируема. Бог помогает нам меняться в силе его истины. А если вы не собираетесь меняться, то благодать перестает быть эффективной. Милость и благодать. Какими людьми должны быть мы? Мы должны быть людьми, которые выбирают служение Господу. Бог дал вам дары и способности, сферу влияния. Не прилагайте больше всего усилий ради временных вещей. Следите за всем, что необходимо в этой жизни, но пусть служение Богу будет страстью вашей жизни. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. В наше время знание того, что Бог ваш источник дает вам чувство уверенности и защищенности. В подарок за ваши пожертвования мы вышлим вам проповедь пастора Аллена «У вас есть мощный источник». Это проповедь о том, как Бог оставался верным Ветхом и Новом Завете и о том, как ценно его слово. А если вы пожертвуете более 25 долларов, то получите еще и набор вдохновляющих открыток красивого дизайна. Этот набор эффективный способ делиться своей верой. Заказывайте эти материалы прямо сейчас. Контактная информация сейчас на ваших экранах. Спасибо за поддержку служения Аллена Джексона. В наше время знание того, что Бог ваш источник дает вам чувство уверенности и защищенности. В подарок за ваши пожертвования мы вышлим вам проповедь пастора Аллена «У вас есть мощный источник». Это проповедь о том, как Бог оставался верным Ветхом и Новом Завете и о том, как ценно его слово. А если вы пожертвуете более 25 долларов, то получите еще и набор вдохновляющих открыток красивого дизайна. Этот набор эффективный способ делиться своей верой. Заказывайте эти материалы прямо сейчас. контактная информация сейчас на ваших экранах. Спасибо за поддержку служения Аллена Джексона.